Вариант первый. Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Если во время экзамена шумят и мешают работать, тут же пишите заявление. После экзамена ушли попить кофе, момент потерян и протест уже не примут. Второй вариант. Апелляция о несогласии с оценками. В течение двух дней после официального публикования результатов, объявления результатов, можно подать апелляцию. Если это выпускники этого года, то они подают в свою школу. Если выпускники прошлых лет, то они могут подать в Центр оценки качества апелляцию. Заявление составляйте в двух экземплярах, можно в произвольной форме. Один для конфликтной комиссии, другой для выпускника. Рассмотрение работы могут провести и без вас, но лучше все-таки присутствовать. Не забудьте паспорт и пропуск на ЕГЭ. Дальше заседает конфликтная комиссия, которая рассматривает уже собственно работу. И часть С подлежит пересмотрению. Соответственно, после этого принимается решение по увеличению, ну, теоретически возможно и уменьшению количества баллов за эту работу. Основные баталии обычно за часть С. Можно принести с собой учебники из списка рекомендованных Минобранауки, в случае чего объясните экспертам, что вы отвечали в соответствии с учебником. Апелляций всегда очень много, и это правильно. Есть очень строгие правила оценки вот этих вот перепроверки, и, соответственно, проверяется все, ну, дотошно, строго, технологично. Поэтому, как правило, не очень много удовлетворений, но есть. По статистике удовлетворяют 3-4 апелляции из САН. Кстати, опротестовать результаты экзамена можно и в том случае, если вы сдавали ЕГЭ в резервные и дополнительные дни. Продолжение следует...